Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как Евросоюз накладывает на Россию самые последние санкции, добивая свою экономику. Как все тот же ЕС рассказывает окружающим, что перестал зависеть при этом от Москвы, делая вид, что появившаяся зависимость от США это другое. И последняя новинка, так сказать, сезона. В Европе начались разговоры внезапно, что получаемый теперь из океана, СПГ, с молекулами свободы. Он как бы не очень чистый и экологичный, потому что добывается разными интересными способами. Согласитесь, это прекрасно, ведь об этом все столько времени толдычили, но кому какая разница была, ведь демократия тогда находилась в опасности. А как чпокнулись в северные потоки, так сразу все стало прекрасно и благостно. Причем никто уже настолько ничего не скрывает, что прямо радость берет за товарищей. Ибо вот на днях заместитель госсекретаря США Виктория Нолан заявила, что Вашингтон удовлетворен концом концов трубопроводов Северный поток, снабжавших Европу российским газом. Цитируем, я полагаю, вся администрация вполне удовлетворена тем, что Северный поток превратился в груду металла на дне морском, сказала дипломат, как говорится, не челкаясь. А еще из веселого, мы же говорим, за этим можно наблюдать бесконечно. Анализ исследовательской группы Investigate Eru позволяет сделать вывод о масштабе новой зависимости Европы от США. Согласно этому анализу, европейские компании за последние 10 лет заключили как минимум 33 договора на поставку американского СПГ, из них 10 только в 2022 году. Большинство соглашений рассчитано на 20 лет. Надо ли при этом напоминать, как все ругались на долгосрочные контракты с этим Вашим Газпромом, у которого был до отвращения дешевый и надежный газ, но напоминаем, не было демократии. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Друзья, скоро уже год, как мы работаем для Вас без полноценной монетизации, ведь она отключена для России. Поэтому Ваша помощь крайне важна, и даже 50 рублей, когда Вас много, позволяют нам, напомним, каждый день радовать Вас новостями. Кстати, для неравнодушных граждан из других государств, теперь доступна опция спонсорства. Надо просто нажать нужную кнопочку, ее вы увидите на экране, а номер карты есть в описании к этому ролику. Заранее Вам огромное спасибо, Вы не бросили нас в 2022 году, не бросайте и теперь вместе победим. Итак, лидирующая некогда экономика Германии катится под откос, как бы канцлер Олаф Шольц не делал вид, что так и было задумано. Причем, судя по всему, товарищ скоро вылетит из своего кресла, потому что все косяки явно повесят на него, хотя недавно местный министр иностранных дел, непобедимая Анна Лена Бербак, публично призналась, что она уже восстанавливает дело дедушки Олафа Шольца, который тот не успел завершить. Единственное, на этом хорошие новости и закончились, ибо, согласно результатам последнего опроса, большинство немцев сомневаются в же неспособности своей страны в будущем. И вот, как отмечает журнал Der Spiegel, лишь 31% граждан верят, что Германия в ближайшие десятилетия будет развиваться хорошо. Что, согласитесь, кстати, тоже много, с учетом того, что творят политики ФРГ. Однако, как ты не крути, еще вчера, казалось бы, сытые бюргеры, похоже, начали что-то подозревать, и вот только 39% немцев считает, что Германия останется одной из ведущих экономических держав через 10-15 лет. Для сравнения, пять лет назад этот показатель составлял 59%. Впрочем, согласитесь, у товарищей еще впереди много открытий, причем они даже пока не подозревают, насколько много. И это точно не конец истории.